Парк, который получил название Глазынинский лес, появится в восьмом микрорайоне не раньше 2020 года. Это небольшой срок с учетом объема запланированных работ и их стоимости. Рекреационная зона будет состоять из двух частей. Площадь, самый большой из них, примыкающий к Минскому шоссе и захватывающий мемориал Великой Отечественной войны, 17 гектаров. На обустройство парковой зоны планируется потратить по приблизительным подсчетам около 500 миллионов рублей. Мы все сделаем для того, чтобы использовать не только средства муниципального района, но также войти в областную программу и получить софинансирование в размере до 95%. В первую очередь необходимо привести в порядок сам лесной массив, то есть произвести его санитарную вырубку, чтобы прогулки на свежем воздухе были максимально безопасными. А уже потом приступать к обустройству спортивных, семейных и детских площадок, летнего кинотеатра и полосы препятствий для экстремалов. Также появятся в новой зоне отдыха пешеходные и велодорожки, на которых зимой можно будет кататься на лыжах. Дорожки в парке, так как это лесной массив, дорожки будут выполнены из натуральных материалов. Скорее всего это будет отсев, аналог можно увидеть в Мещерском парке. То есть там не будет асфальта, там не будет бетонной плитки, даже парковка предполагается как эко-парковка. Пожеланий у жителей 8 и 9 микрорайонов к проектировщикам немало. Например, установить в парке универсальную спортивную площадку и сделать аллею славы одинцовских ветеранов. Хотелось бы видеть плакаты наших ветеранов, одинцовцев, то есть какой-то истории и так далее. Помимо этого, вот еще у нас детская площадка, которая вот здесь сбоку, которая вот есть. И там, насколько мы знаем, были когда-то проведены общественные слушания, и то, что там будет православный центр. То есть как бы этих общественных слушаний люди здесь не слышали, по факту. А вот население не очень поддерживает вообще какой-либо проект строительства чего-либо, да, вот в этом, ну вот как бы на этой детской площадке. Но хотелось бы эту детскую площадку облагородить. Авторы концепции парка подчеркивают подобные встречи с жителями. Они готовы проводить еженедельно для корректировки проекта. Главное, чтобы последний, исключительно критический подход сменили на более конструктивный. Продолжение следует...